Готовность номер один. Буквально через пять минут по этой дорожке пойдут гости 13-го международного кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой от всей души. И фактически с этого момента можно будет считать фестиваль открытым. Знаковому фестивалю знаковые гости. В творческом багаже продюсера, сценариста и режиссера Александра Котта 67 работ, в числе которых «Брестская крепость», «Елки-2» и «Обратная сторона луны». Успех семейного кино, по мнению мастера, прост. Семейное кино – это кино для всех, когда можно сесть, обняться и посмотреть фильм вместе с детьми, с родителями. А успех в том, что это возможность быть вместе даже в этот момент. При этом количество по-настоящему семейных фильмов в нашей стране все еще крайне мало от общей доли снимаемых и демонстрируемых картин. Причины разные, но основная, по мнению Натальи Гориной, попытка слепого копирования западных трендов без учета местного менталитета. Волливудские лекала, по которым многие пытаются создавать фильмы, они увели нас от того, чтобы создавать простые истории, рассказывать простые истории про простых людей. Мы гонимся за фильмами-аттракционами, но при этом забываем о том, что простому человеку интересна человеческая история. Одним из хедлайнеров фестиваля стал актер театра и кино, народный артист России Федор Добронравов. Выступая на творческом вечере, он отметил «Я никогда к себе как звезде не относился, и дай бог, наверное, никогда не буду относиться», добавив, что всегда хотел сыграть драматическую роль, но судьба подбрасывает только комедийные. А предлагают только-только это. Поэтому я вот отказываюсь, а потом думаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, мне и не надо это делать. Не надо. Поэтому да, спасибо. Евгений Луковкин, Матвей Семагин, Алексей Юферев, Юрий Давыдов, Репортер 73.